Кирилл Сорокин, магистрант Алтайского политеха, профессию инженера, выбирал по желанию. Получил довольно высокие баллы по ЕГЭ и попал на бюджет. После окончания вуза планирует работать по специальности и готов даже вернуть деньги за обучение, если работа по распределению в случае появления подобного закона будет не по душе. Я бы был благодарен, если бы рассмотрели возможность посильной помощи в трудоустройстве, а не насильного распределения. Тех, кто инициативу депутата Госдумы встретил восторженно или хотя бы поддержал среди студентов, мы сегодня не нашли. Большая часть предложения Вострецова считает ни больше, ни меньше ужасным. Такая перспектива не радует и даже немного пугает. Мне кажется, человек, который занимается своим любимым делом, к которому он пришел, возможно, методом пробы ошибок, что данный человек принесет больше пользы своей работой, любимой работой, чем человек, которого принуждают работать. Обязательное распределение для россиян не новинка. В советское время выпускники обязаны были ехать в деревни и села, но тогда педагогов и врачей там ждали, и они были самыми уважаемыми людьми. Если мы уже говорим про то, чтобы на нас поехали все, то в первую очередь надо заниматься, конечно, тем, чтобы была инфраструктура, были обеспечены жильем, чтобы было куда молодежи пойти. Поэтому здесь он настолько еще преждевременный, может быть, еще такой сырой этот законопроект, и я не думаю, чтобы его поддержали, потому что, ну, немножко изменились все времена. Кстати, большая часть тех, кто сейчас учится на бюджете, дети далеко не самых обеспеченных родителей вернуть государству 400 тысяч рублей. А один год обучения в том же политехе обходится приблизительно в сотню, из своего кармана просто не смогут. В данном случае под сомнение ставится сама возможность получения бесплатного образования в стране, считают студенты. Так что вопросов к законопроекту пока больше, чем ответов на них. Кстати, подобную инициативу уже вносили на рассмотрение депутатов в 2013 году. До третьего чтения она так и не дошла. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости.